В середине марта Бимбалату Заурбековичу Ватаеву, актёру международного масштаба, обладателю звания «Человек народной достоянии России», исполнилось бы 85 лет. В середине марта Бимбалату Заурбековичу Ватаеву, актёру международного масштаба, обладателю звания «Человек народной достоянии России». Будущий народный артист России родился 15 марта 1939 года в селе Новый Батэку в Северной Осетии. Отец Ватаева погиб на фронте. Маленького Бибо, его сестру Азу, воспитывала бабушка. Повзрослев, Ватаев стал студентом знаменитого курса Щукинского театрального училища под управлением Юрия Любимова, из выпускников которого сформировался основной костяк театра на Таганке. Окончил высшие курсы сценаристов и режиссёров при Госкино СССР. В 1959 году стал работать в Северостинском музыкально-драматическом театре. С 1969 по 1975 год работал в Таджикской киностудии. Являлся одним из ведущих актёров и режиссёров. Здесь он сыграл ряд самых запоминающихся образов за всю свою актёрскую биографию. Благодаря этому Ватаев стал всесоюзно известным актёром. Награды, признание и любовь публики стали частью жизни артиста. За роль Рустама в художественной трилогии «Сказание о Рустаме» удостоен премии за лучшую мужскую роль на Панамском кинофестивале. За роль Хасана Арбакеша в одноимённом фильме получил премию за лучшее исполнение главной мужской роли на кинофестивале «Республик Средней Азии и Казахстана» в Ашхабаде в 1966 году. Ватаев был художественным руководителем Северо-Остинского государственного академического театра. С 1994 по 1998 год Ибо Ватаев возглавлял Министерство культуры Республики Северной Осетии Алания. При его активном содействии была разработана целевая программа развития и сохранения культуры и искусства в Российской Федерации. Министер Кудури, Культуры и Министерства культуры Республики Северной Осетии, Я когда был разговор, почему бы здесь? Когда я его взял, когда он был домой в этот дом, он был уничтожен, и сказал, что у меня нет во мне. Мне было бы очень много проблем с Довидом, он стал повышать, что они не смогут, и они не смогли его разговаривать. 9 мая 2000 года, в день 55-летия Великой Победы, Бенбулат Ватаев скончался во Владикавказе на 61-м году жизни. Он прожил короткую, но яркую жизнь. В кинематографе Ватаевым создано более 50 образов. Яркими его работами стали роли в фильмах «Именем закона», «Бухта смерти», трилогии «Рустам и Сухраб», «Сказания о Рустаме», «Сказания о Саявуше», «Чермен» и другие. Субтитры создавал DimaTorzok. Ватаеву являлся актёром-геройка эпического плана, но актёру прекрасно удавались и комедийные роли. В разные годы Бибу Ватаеву были присвоены звания народного артиста РСФСР, народного артиста Северной Осетии, награждён Орденом Дружбы, Государственной премией Тагжистской СССР имени Рудаки, Государственной премией Северной Осетии имени Кустахи Тагурова. «Нравственные идеалы нужны. Надо возвращаться к этим идеалам, потому что мы можем вырастить поколение монстров, которые вообще останутся без традиции, без нравственного начала, без багажа, без эрудиции, без интеллекта. И всё, что я пересчитал, без всего этого человек уже не человек, а животное». «Артист был похоронен на городской аллее Славы. В доме, где проживал Ватаев, установлена мемориальная доска. Именем артиста названы улицы во Владикавказе, Беслане и в селе Новый Батаку. Память о великом Бибо осталась в сердцах близких родственников, друзей, коллег и почитателей его творчества».